Всем привет! Сегодня будем продолжать строительство, но немножко отвлечемся от курятника, будем достраивать сам хозблок, потому что сейчас у меня лежат дрова внутри, и они, к сожалению, мешают достраивать дальше курятник, потому что внутреннюю стену надо утеплять снаружи, там как раз где лежат дрова. Так что решили, что сейчас я доделаю дровник, все дрова перенесем, и потом уже можно будет спокойно продолжать дальше строить и курятник. С двух сторон, у меня со стороны скатов крыши есть два прекрасных свеса, они длиной фактически полтора метра, поэтому я решил просто там продлить. Заказал столбов, привез железных, набурил в нашей прекрасной глине ям, и туда забетонировал эти столбы. Опять же, глубина у нас метр, и частично я бетонирую два ведра цемента, и потом все остальное засыпаю песком, чтобы не было пучения. И такие столбы стоят как вкопанные в нашем регионе, потому что у нас глубина промерзания порядка 60-70 сантиметров, это крайняк, больше не бывает. Так что такая методика отлично работает. Дальше, естественно, надо убрать все, что здесь было, в том числе и мотоблок. В следующий раз зато его можно будет поставить уже на место, освободившийся от дров, и он будет полноценно стоять под крышей, а не под навесом, потому что все равно снег на него попадает. Но в дальнейшем я дострою полностью хозблок, и он будет стоять уже полностью защищенный, как, собственно, и трактор. В общем, когда все я закончу с этим хозблоком, у меня образуется еще дополнительное огромное помещение, 4 на 8 метра уже для складирования именно и досок, и каких-то другого инвентаря. Вот сейчас у меня там лежат, например, бутылки, и туда же влезет и трактор, и мотоблок. В общем, все-все, теперь у меня туда будет помещаться. Для того, чтобы не прорастала трава, как обычно, укладываем укрывной материал. Сверху доски, на которые я уже буду складывать полинницу. Это у меня старые доски, которые я еще привозил с помойки для того, чтобы строить леса для обшивки сайдингом дома. Так что очень удобно, что они остались, и сейчас их можно использовать для того, чтобы складывать на них полинницу. В итоге полезный объем нашего дровника составляет 1,30 на 8 метров и высотой 2,30. То есть это больше 16 кубов дров сюда можно будет поместить, чего нам вполне достаточно. Бани у нас нет, летом мы их дрова вообще не израсходуем. Ну и дома тоже достаточно у нас все хорошо утеплено, поэтому расход тоже не особо велик. В качестве дров у нас, как видите, не только береза, ольха и прочая древесина, но и обрезки старые. Всегда распиливаю их и складываю тоже в полинницу. Несмотря на то, что это хвойные породы, но тоже ими достаточно хорошо топится. Ну что, с дровником мы разобрались пока, но потом еще его, естественно, надо доделать. Сейчас переходим к загону, потому что его на самом деле надо сделать в первую очередь, чтобы можно было переселить всех кур. Их у нас немного, поэтому и загон будет не очень большой. 4 метра в ширину и 6 метров в длину. Столбы и прожильник для загона у меня будут металлические. Столбы диаметром 40 на 40 миллиметров, а прожильник 20 на 40. И, естественно, я буду их бетонировать, чтобы их никуда не скосило, никуда не вырвало и не вытянуло. Но предварительно, как обычно, делаем разметку. Обмеряем все диагонали, чтобы все было ровно и четко. И выкапываем небольшие приямки для того, чтобы можно было установить туда бур. Потому что, если этого не сделать, бур обязательно уведет куда-нибудь в сторону. А если лопатой предварительно сделать небольшую ямку, то и бурится тоже хорошо. К сожалению, грунт у нас далеко не простой. И примерно только 10 или 20 процентов всех пробуренных ям без проблем бурятся. Остальные же все постоянно упираются в какие-то камни. Надо постоянно лопатой дорабатывать, что, конечно же, отнимает много времени и сил. Вот буквально только две ямы, наверное, я выбурил сразу же. А остальные все пришлось ковырять постоянно лопатой. Особенно много камней в слое именно с красной глиной. Там, кстати, глина прям основательная. Ее можно использовать для складывания печей. И вот в ней куча-куча-куча камней. А поскольку глина довольно плотная, то и эти камни буром не берутся. То есть они из нее просто не вырываются. Бур заклинивает, из рук его вырывает. И я даже немного повредил себе палец большой. Но сейчас вроде все нормально. Встал он на место и уже болит меньше. Но до этого, конечно, это не очень комфортная процедура бурить в такой земле. Дальше подготавливаю столбы. Напиливаю их в размер 3 метра, 6-метровый столб. И зачищаю, потому что, как всегда, и во время перевозки был дождь. И столбы торчали наружу, и они все поржавели. Поэтому надо их предварительно все зачищать. Это тоже отнимает время, но без этого, к сожалению, никак. Изначально устанавливаю только 4 в первый день столба угловых. Чтобы потом они схватились нормально в бетоне. И на следующий день можно было между ними натянуть уже нитки. В целом, сразу хочу сказать, что курятник этот не про деньги. Исключительно мы держим кур для себя. Никаких яиц продавать, естественно, мы не собираемся. Поэтому и все остальное делаем так, чтобы это было красиво, гармонично смотрелось на участки, а не для получения максимальной прибыли, чтобы держать в нем там тысячу кур у друг друга на головах и продавать какие-то яйца. Нет, это, естественно, не про это. Вернемся все-таки к строительству. Здесь у меня уже все столбы забетонированы. И надо выкопать траншею по всему периметру. Траншея нужна для того, как я уже говорил, чтобы закопать на нее, углубить сетку. Причем углублять я ее буду не в грунт. Я грунт этот выну. Аккуратненько здесь это все впоследствии буду разравнивать. А засыпать сетку буду песком. Нужно для того, чтобы меньше она гнила. Я думаю, что ни для кого не секрет, что любую работу на участке, будь то строительство или ремонт, удобнее и быстрее всегда выполнять качественным и надежным инструментом. И это в полной мере относится и к садовому инвентарю. Уже несколько лет для работ на участке и в саду мы пользуемся инструментами. Плантик это надежные и рабочие лошадки, которые никогда не ломаются и не подводят. И сегодня я хотел бы рассказать вам о нашем новом приобретении. Это садовая штыковая лопата Плантик Экстракт. Лезвие лопаты выполнено из высокопрочной углеродистой стали, поэтому ее с легкостью можно использовать на твердых грунтах. Например, такой как наш. У нас здесь сплошь глина и камни. Благодаря заточке лопата с легкостью перерубает корни, а дополнительные ребра жесткости еще больше увеличивают прочность. Ручка у лопаты изготовлена из полипропилена с дополнительным антискользящим покрытием, что еще больше увеличивает комфорт от работы. В общем, лопата бесспорно отличная, потому что у нас много уже таких разных лопат под разные нужды, и ни одна из них не подвела и не сломалась за несколько лет эксплуатации. Но для того, чтобы ознакомиться со всей линейкой инвентаря Плантик или же сделать заказ такой лопаты, переходите по ссылкам в описании. Ну что ж, настал черед прожильника. Я умудрился натянуть удлинителей. Все собрал, какие у меня были, и их, о чудо, хватило. Так что я все прожильники привариваю, потихонечку выравниваю по одному пролету двухметровому с помощью уровня. Я хотел в предыдущий день ночью, ну вечером в темноте, лазерным уровнем отбить горизонт, но как-то совсем забыл, и ничего не срослось. Поэтому приходится сейчас с ручным уровнем, но тоже довольно точно получается, здесь явно какой-то выдающейся точности не надо. Можно было бы, конечно, и не мучиться с удлинителями, а соединить все на болты. И поэтому, если бы совсем не получилось у меня найти такое количество удлинителей, то, наверное, я бы и скручивал. Но поскольку все получилось, то надежнее будет привариться. В том пролете, где будет устанавливаться калитка, желательно делать дополнительные растяжки сверху, выше головы и снизу. Если, например, нету сетки, как в моем случае, то вообще можно это сделать под землей, выкопать траншею, там соединиться. Это нужно для того, чтобы геометрия всегда сохранялась. В любом случае, где-то что-то будет пучить, где-то будет что-то изгибать, но чтобы калитка всегда продолжала закрываться, лучше дополнительно наварить, как я уже сказал, сверху и снизу. В моем случае у меня нижний проживник, он так и идет прямиком, и все столбы между собой обвязывают, потому что к нему будет прикручиваться еще впоследствии сетка, которая закапывается в землю. Для изготовления калитки я использую трубу 15х15, потому что она у меня была. У меня где-то, не знаю, для чего я их покупал, она у меня уже три года лежит, три прутка по шесть метров, поэтому я потихонечку от них отрезаю, когда мне необходимо, и вот в этот раз тоже и для калитки их использовал. После завершения всех сварочных работ начинается самая-самая грязная работа, это надо все, весь металл прошкурить, вот поэтому я взял болгарку, жесткий диск волосяной, стоит стальной проволоки и начал все это прошкуривать. Юля уже сразу следом за мной начала красить. Краска у нас, как обычно, три в одном, по ржавчине, ну тут же есть все равно небольшая ржавчина, и на ржавчину она на самом деле ложится лучше, чем на голый металл. В общем, все это обязательно обезжириваем и впоследствии прокрашиваем. Цвет у нас, как обычно, белый, чтобы не выбивалось из общей концепции, потому что у нас белые наличники, белая окантовка у всего, и загон, соответственно, тоже белый. На следующий день, после того, как краска подсохла, можно уже натягивать сетку. Как я уже и говорил, сетка у нас оцинкованная, с ячейками 50 на 50 миллиметров, и высотой 1,8 метра. Ну, сантиметров, наверное, на 20 в некоторых местах, и глубже она будет еще уходить в землю. А в остальных местах ее еще и подрезать надо, потому что жуткий перепад. Вот в итоге, как видите, сетка, если она в дальнем углу очень хорошо уходит под землю, то в этом ее под землю, чтобы утопить, именно не обрезая, надо вырывать где-то полметра земли. Этого, конечно, я делать не стал, я впоследствии просто это все подрезал. Для крепления сетки обычно я использую саморезы кровельные со сверлом, самые короткие, что получилось найти. Они, по-моему, называются 19 миллиметров, и он не проходит насквозь, не упирается сверлом во вторую стенку, даже 15-й трубы, что очень удобно, потому что другими способами прикрутить к такой тонкой трубе нет. Те саморезы, что просто с пресс-шайбой и со сверлом, их надо застреливать насквозь, потому что самые короткие все равно проходят. А вот здесь же кровельные очень даже хорошо все помещаются даже в 15-ю трубу. Сетку креплю не сразу по верхнему прожильнику, а делаю небольшой выступ в два квадратика. Это нужно для того, чтобы у куриц не было соблазна посидеть, как на насесте, на верхней планке, потому что на сетку они сесть не смогут и прекратят, собственно, попытки, если даже они будут. Но в любом случае, раньше у нас когда-то очень давно загон был вообще из сетки, рабицы метр двадцать высотой, и ни одна курица никогда через него не перелетала. В данном случае метр восемьдесят, я думаю, тоже за глаза. Работа, конечно, отнимает больше времени, чем я планировал, именно не по строительству загона, а вообще по строительству всего курятника. Я сейчас тороплюсь, работаю с утра и до вечера, чтобы закончить пораньше, потому что надо уже начинать качать мед. Сейчас, вроде, в ближайшее время обещают хорошую погоду, и мы уже это делать начнем. Но в любом случае, мне хотелось бы все-таки доделать полностью, переселить уже курицу сюда до откачки меда, но из будущего я вам говорю, что, скорее всего, я это сделать не успею, и придется мне задействовать один день, когда я устанавливаю пчелоудалители для того, чтобы откачивать мед, для того, чтобы достраивать уже этот курятник. То есть перерыв будем качать мед, один день, и будем достраивать курятник, и тогда все уже возможно успеть. Ну и на последнем этапе просто засыпаем, как я уже говорил, всю эту траншею обратно песком. Вот такой, я считаю, шикарный загон получился. Внизу все отсыпано песком. Это нужно для того, чтобы меньше, во-первых, сетка гнила, несмотря на то, что она оцинкованная, в земле она все равно будет гнить. И плюс, чтобы меньше пучело, потому что земля, именно она комком смерзается зимой, и сетку потом выгибает. С песком такого не происходит. Песок от оцинкованной сетки, он отламывается, и поэтому сетку не выпирает и не сгибает. На этом, пожалуй, на сегодня закончим. Дальше останется уже утеплить курятник и заселить его. Ну а пока что всем пока-пока.